Антарктида Нежным, холодным и неизведанным То, что мы о нем знаем, это Что там есть пирамиды Что туда простых смертных Просто так не пустят на исследование Что там очень холодно И вообще много разных загадок Хотел вам показать такую статью Подземные жители общались между собой Бессловесно, телепатически И перемещались с огромной скоростью В дискообразных летательных аппаратах Там было и свое солнце Расположенное в центре земли Ядро отец и сын провели В подземном мире два года И вышли из него через дыру около Южного полюса При выходе старший Янсен погиб А сын выжил И каким-то образом вернулся в Европу Своими рассказами О пребывании в неведомом мире Олаф Янсен навлек подозрения О своем здоровье И оказался в психиатрической больнице Где провел 24 года Освободившись, переселился В США, в Калифорнию И там встретил Уиллиса Джорджа Эмерсона Которому рассказал подробно О своем арктическо-антарктическом приключении Свой рассказ Олаф подкрепил дневниками и картами маршрута Невероятного путешествия Датчанин до самой смерти убеждал окружающих В достоверности произошедшего с ним и его отцом Также мы знаем о планах ННРБ Открыть Швабию новую И вот есть такая карта Которая ведет в этот якобы полый мир Также мы можем обратить внимание на карту Перерейса Где еще Антарктида не заснеженная И вы можете видеть, что она опоясывает нашу землю Я наткнулся еще вот на какую карту Она тоже очень древняя Ей очень много лет Она, по-моему, 1500 какого-то года И здесь очень странные цифры Вот можете увидеть, что, например, после 140 Идет также 140, но означает оно 150 Ладно, это еще не самое интересное Церковь, что у нас православная Чудит Построена на острове Ватерлоу Недалеко от российской станции Беленгаузен С благословения святейшего патриарха Алексея II Собрали ее на Алтае А потом перевезли на ледяной материк На научном судне Академик Вавилов 15-метровый храм срублен из кедра и лиственницы Он вмещает до 30 человек Вот радостные, наверное, полярники Построили им церковь Ладно, идем дальше В ходе своего визита в Антарктику В феврале 2016 года Патриарх Кирилл отметил Особенность этого континента Антарктида это единственное место Где нет оружия Где нет никакой военной деятельности Где не ведется никаких научных исследований Направленных на то Чтобы появились новые средства Уничтожения людей Значит, везде ведутся В Антарктиде не ведутся Ничего себе Вот интересная какая новость Я вообще хотел обратить внимание Что много мы сейчас Зацикливаемся на какой-то истории Что нам-то история Она разве может что-то поменять Может нам лучше заострить внимание На нашем настоящем И И И Себя как Забытое какое-то племя Людей Которые Выискивают что-то В своем далеком прошлом При этом занимаясь Каннибализмом Это же просто абсурд Может нам лучше направить Силы на изучение Этого континента Отправлять экспедиции А не только там Строить церкви На нашей планете Есть еще много чего загадочного И Нам это все предстоит Потихоньку узнавать А сейчас я вам просто представлю Карту Соседнего Чертога Вот она Данный ролик будет один из важных А возможно и самый важный Но прежде чем я поделюсь с вами Уважаемый зритель Уникальными знаниями Я планирую сообщить вам Следующие факты Поражающие воображение И ход мысли Вконтакте мне на данный момент Пишет ПМ большое количество людей Слова благодарности Вьются нескончаемым потоком За что я всем От всего сердца благодарен Но я хочу озвучить вам письма Нестандартного характера Дело в том, что авторы этих писем Сообщают мне ту информацию Которая мне безусловно была известна Еще задолго появление интернет В силу того, что авторы этих письм Безусловно смелые люди Все же имена и фамилии этих людей Я озвучивать не буду Пишут мне офицеры Как они представились Офицеры авиации Пишут подводники А также моряки Хоокеанского флота Они находятся в полном недоумении Дело в том, что информацию Которую озвучу я в своих роликах Находится под грифом Особо секретно По их мнению Рядовой обыватель Просто не имеет доступ К подобного рода информации Со слов этих офицеров Вся территория Связанная с Южным и Северным полюсом Полностью запрещена Для посещения простых людей Все путешественники И незарегистрированные туристы Которые несогласованно ходят Или летают в пределах Антарктического круга Незамедлительно подвергаются уничтожению По этим бедным путешественникам Молниеносно И без предупреждения Открывается огонь на поражение Авиация и флот Без исключения всех стран мира Принимают участие В уничтожении свидетелей того Что наш мир устроен Совершенно по-другому С вами был Вячеслав Полную версию этого ролика Если все будет хорошо Я выложу в ближайшее время Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok